Раскаялся в зале суда. Подсудимый едва не встал на колени во время оглашения приговора. 36-летний гражданин Узбекистана охотился в Челябинске на стариков. Вот только когда понял, какой срок ему грозит провести за решеткой, буквально стал просить о милости. Подробности из зала суда у Таиси Ковиной. Извините, я раскаиваюсь. Больше не повторю. Я ошибку сделал. Это моя жизнь первая ошибка и последняя ошибка. Я больше не повторю. Я очень раскаиваюсь. Извините меня все. Правда, его раскаяния никто из девяти жертв в зале суда так и не услышал. Они просто не пришли. После его нападений пострадавшие пожилые люди теперь редко выходят из дома. Следствие установило, 36-летний Лазизжон Умаров, отец троих детей, приехал в Россию на заработки. Но, видимо, зарплата его не устроила. Тогда он придумал новый план – криминальный. И устроил в Ленинском районе настоящую охоту на пенсионеров. Пожилые люди оказать сопротивление ему не могли. То есть бил кулаком по голове, либо по иным частям тела, после того, как женщина либо падала, либо теряла равновесие. Он хватал сумку, после чего убегал. В виде судебного разбирательства Умаров полностью признал свою вину. Говорит, нужны были деньги, чтобы содержать семью. То, что пенсионеры получали увечья, его, кажется, не волновало. Согласно заключению судебно-медицинского эксперта, телесные повреждения в виде вывиха плечевой кости, образовавшиеся в результате однократного приложения тупой травмирующей силы. Прокуроры попросили для него пять лет лишения свободы. Но суд решил, что такого наказания недостаточно. По совокупности преступлений, путем частичного сложения назначенных наказаний, окончательно назначить Умарову наказание в виде лишения свободы сроком на семь лет, без штрафа и без ограничения свободы, с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима. Кроме того, суд постановил, чтобы отец троих детей вернул все до копейки своим жертвам и удовлетворил гражданские иски потерпевших на десятки тысяч рублей.